Почему семейство Кардашьян должно простить Джордин Вудс Поклонники семейства Кардашьян не устают обсуждать тему о том, что же произошло между лучшей подругой Кайли Дженнер, Джордин Вудс и Тристаном Томпсоном. Интервью Тристана Томпсона по этому поводу получилось очень скучным и неинтересным. Хлои точно не стала от этого лучше. Хлои обвиняет Джордин в том, что все это время она врала ей и разрушила ее семью. Нужно было сперва извиниться и обсудить эту тему лично, а только потом выносить все на показ. Но может быть у Джордин действительно были причины на то, чтобы извиниться перед Хлоей именно на публичной площадке? В этом видео мы поговорим об этом подробнее и попытаемся объяснить, почему мы считаем, что Джордин Вудс заслуживает прощения. Я расскажу про свой опыт трейдинга за последние годы. Как я выбираю самые перспективные криптовалюты, некоторые из которых в прошлом году дали возврат в 100 раз. Во время интервью на телешоу Red Table Talk Джордин Вудс рассказала свою версию произошедшего между ней и Тристаном Томпсоном. По словам Джордина, она оказалась в гостях у Тристана вместе со своими друзьями. Она считает, что это было ошибкой, но вовсе не с той точки зрения, которой придерживается Хлои. Покидая дом, Тристан неожиданно поцеловал Джордин в губы. Чем очень шокировал ее, ей стало настолько неудобно, что ей сразу же захотелось забыть этот поцелуй. Джордин призналась, что у нее была возможность рассказать правду Хлои и Кайли. Но она предпочла промолчать, ей просто не хотелось расстраивать Хлои. Как нам всем уже известно, история вышла из-под контроля, и Хлои совсем не разделяет версию истории Джордин. Она считает Джордин лгуньей. Если бы все было именно так, как рассказала Джордин, то она обязательно извинилась бы в личной беседе. Джордин начала оправдываться, что вовсе не она является причиной развода Тристана и Хлои. На что Хлои эмоционально ответила, что именно Джордин главная причина разрушения ее семьи. Да, мы прекрасно понимаем, что в этой ситуации проще всего во всем обвинить именно Джордин. Она долгие годы была лучшей подругой Кайли. Даже если Джордин действительно говорит правду, ей все-таки нужно было быть более честной и откровенной с Хлоей еще до разрастания скандала. Но давайте вспомним, как познакомились сами Тристан и Хлои. На тот момент Тристан встречался с Джордан Крейг, которая была от него беременна. Хоть и сама Хлои отрицает это, многие считают, что Тристан изменял Джордан Крейг с Хлоей. Когда уже сама Хлои была беременна от Тристана и уже вот-вот готова была родить дочку, Хлои стало известно, что Тристан изменяет и ей. Даже Ким Кардашьян обвиняла свою сестру в том, что та простила ему эти измены и продолжила с ним семейные отношения. Моногамия явно не входит в жизненные приоритеты Тристана. Так что на месте Джордан могла оказаться любая другая девушка. Хлои обвиняет Джордан в том, что именно она разрушила ее семью. На наш взгляд это большое преувеличение. В конце концов и сама Хлои разрушила предыдущую семью Тристана. Другими словами, единственный, кто по-настоящему виновен в этой ситуации, это сам Тристан. Хлои обвиняет Джордан в том, что она вынесла всю эту историю на публичное обозрение. Но давайте обратим внимание на какую именно передачу пал выбор Джордан. Передачу Red Table Talk ведет Джада Пинкетт Смит, которая является старым другом как Джордан, так и всего семейства Кардашьян. Джордан вполне могла подумать, что у Джады Пинкетт Смит получится всех их примирить. Джордан всегда была рядом с Кайли во время ее беременности. Она сделала все, чтобы время беременности Кайли прошло как можно более комфортно. Сама Крис Дженнер признала наиважнейшие значения Джордан на время беременности Кайли. Да, нет ничего проще, чем выставить добрую Джордан монстром. Но это не будет правдой. И уж тем более после всего того, что она сделала для Кайли. И мы не удивлены, что Джордан для рассказа своей истории выбрала именно телешоу Джады. Так было действительно лучше. А теперь давайте вспомним другого близкого друга семейства Кардашьян Скотта Дисика. Несмотря на все свои гадостные поступки, он всегда оставался в близком кругу семейства. Он не только изменял Кортни, но и просто ужасно вел себя во множестве ситуаций. Каких только гадостей и оскорблений он не говорил в адрес Кортни. А однажды и вовсе оказался в больнице в порыве ярости, руками разбив зеркало. Но все это ему сходило с рук. Его продолжали считать членом семьи Кардашьян. Ким даже уговаривала его завести еще одного ребенка с Кортни. Неужели поступок Джордан хуже истеричного поведения Скотта? Почему семейства Кардашьян не хотят прощать Джордан, но всегда прощали Скотта и до сих пор зовут его на все свои семейные праздники? Вообще Хлои слишком уж обвиняет Джордан. При этом ни слова не говорит в адрес Тристана. Это очень странно. Некоторые и вовсе считают, что весь этот скандал искусственно создан самим семейством Кардашьян только ради того, чтобы в очередной раз обратить на себя внимание общественности. Многие все же не сомневаются, что Хлои обязательно простит Джордан. В конце концов она смогла простить таких обманщиков, как Тристан и Скотт, за дела куда более серьезные, чем то, что сделала Джордан. Также не забывайте о Кайли. Они с Джордан были так много лет настолько близки друг к другу, поэтому мы очень сомневаемся, что их дружба может просто взять и исчезнуть. Вспомните, как Кайли и Джордан провели официальную церемонию признания себя лучшими подругами. Да, сейчас не самое простое время в их отношениях. Кайли наверняка очень нелегко на душе. Но пройдет какое-то время, и Кайли сама поймет, что просто не может быть без своей лучшей подруги Джордан. 2 марта 2019 года Хлои наконец-то признала, что Тристан также является виновным в разрыве их отношений. Но все-таки он является и отцом ее ребенка, поэтому с ним разговор другой. Такие вот дела. В одном мы можем быть точно уверены, новый сезон реалити-шоу о семействе Кардашьян будет очень интересным и захватывающим. А как думаете вы, должны ли Кардашьян простить Джордан? Напишите свои мысли в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч!